Что в реальности в мире происходит? Расклад, чтобы сэкономить время, я уже выложил. Во-первых, тут одни старшие арканы вообще. Правосудие, юстиция, жрица, маг, императрица, луна, туз, жезлов. На некротору очень плохо. Тринадцатый аркан. Смерть. Королева Пентакли. Король жезлов и пятнадцатый перевернутый. Но я скажу, что это то же самое, что я уже озвучивала. Это страшный суд, в общем, по карте. И это, если вы помните, все в Средневековье был такой Божий суд. Это не то, что мы все умрем, совершенно вот это не имеет значения. Это был Божий суд, где все решает поединок. Кто победил, тот и прав. Вот это Божий суд сейчас идет. Он бывает, и не всегда, и вовсе не умирают народы. Он бывает регулярно. И когда падает прогресс, что боги очень не любят, устраивают Божий суд. Это суд поединка. Никто в него не может вмешаться. Молиться можно, но вот как-то воздействовать на этом магически нельзя. Можно только молиться на прекращение войны. И пока он не состоится, я не имею ввиду Россию и Украину, совершенно не имею ввиду. Это вообще в мире. Посмотрите, такое количество старших арканов и две фигуры между ними зажаты. Между пятнадцатым перевернутым. Ты говоришь, что он очень злой. И Луна это его магия соединенная. И смерть с тузом жезлов. Туз жезлов здесь порча для людей. И смерть. Между ними две фигуры. Это единственная как бы слабая здесь фигура. Остальные старшие арканы. Это побеждает сильные. И говорит, что в мире будет передел. Очень многие фигуры уйдут. Многие страны поменяют свой иерархический статус. То есть они, например, были важными, а станут неважными. С чего можно сказать, что восток, которым долго очень называли азиатский тигр. Очень рванет вперед. Его не зря давно зовут. Уже лет пятнадцать ждут, что это будет Азия и совершит рвук. Азиатский тигр, так он называет в экономике. И ждали еще до восьмого года. Очевидно, они рванут. Будет передел. Переделка сфер влияния будет сферы интересов. Что еще? Еще то, что я говорила, что очень многие люди, я это говорю уже год с лишним, придет момент, очень многие люди покинут свои дома, будут искать себе место далеко. Я тоже говорю год с лишним. Этот момент, он начинает наставать. И для всех людей будет очень важно найти, где их дом, где их новое место. Но таких тотальных смертей не предвидится. Двадцатый аркан тут не присутствует. Я бы сказала, что пошло по более мягкому сценарию. Несмотря на то, что кажется, в мире гораздо хуже нет. Потому что не присутствует как бы сам двадцатый аркан кладбище. Двадцатый аркан, это еще и как кладбище. Но это чисто божий суд. Потому вмешиваться в него никто не может. Когда идет поединок, это поединок всех стран. И экономические, и военные. И кто победит, тот и прав будет. Или прогресс, или вот такая война. Тут не дано другого. Прогресс остановился, началось падение уровня жизни. Да, и оно будет. Потому что или прогресс, или падение уровня жизни. И вот эти фигуры, королева Пентакли и король Жезлов, они уйдут. То есть самые слабые сойдут. Кто не может в современной экономике адаптироваться, кто не может адаптироваться в новом мире. Это же говорят экономисты, что старый мир. Он падет. Я как экономист по образованию, мне это очень близко. Он действительно падет. Начнутся новые зоны влияния. И они будут очень важны. Насчет того, что денег мировых, с этих мировых денег живем мы все. Это не значит, что если где-то много денег у нас пока они нету, оно прильет. Это как волна разбрасывает по миру. А если где-то нету у нас пока хорошо, значит ожидаем, что и у нас будет плохо. Это естественно. Деньги появятся. Не знаю откуда, но появятся быстрее даже, чем ожидается. Потому что императрица и луна, они вместе. А это денежные карты. Правда, это единственные денежные карты в этом раскладе. Все остальные денег не сулят вообще. И это не только магия темных. Как думаю, тут равно присутствует и магия и светлых, и магия темных. Юстиция начинается и пятнадцатом заканчивается. Они совершенно равнозначны тут. И жрица с магом в паре выпала. И с тринадцатым. А то еще, конечно, взрыв магии. Я уже говорила, жертвоприношение тут тотальнейшее. Но пока оно длится, сделать ничего нельзя. В эти силы вклиниться нельзя. Можно только защитить себя. Но, тем не менее, в целом расклад хороший. В целом расклад хороший. Почему? Потому что тут есть императрица и луна. Они заканчивают первый ряд. Это говорит о хорошем очень завершении. Но для кого-то это будет очень плохой конец для многих. Но для кого это будет, это уже работа высших сил. Смерти и пятнадцатого аркана. Они уже сказали, они заберут. Кто-то пойдет ко дну. Кто-то из людей поплатится по их воле и по их выбору. Но это не значит, что наш суд совпадает с их судом. Совершенно ничего не значит. Но я вижу очень четкое указание. У меня было такое же про Казахстан, что сила заберет нескольких людей буквально за несколько месяцев до случившегося в Казахстане. И так оно и идет. И тут тоже две фигуры изымают. Но их нужно забрать, потому что эти фигуры с тузом жезлов. Эти фигуры, они очень хотят навредить всем. Туз жезлов здесь очень негативный. Они должны забрать. И по императрице я бы сказала, что придет это новое общество, оно будет лучше старого. Потому что мне императрица очень давно в раскладах не падает. Уже год где-то она не падает в раскладах. Она та самая счастливая карта. И еще с луной они вместе значат налаживание вашего дома. Если вы хотите переезжать, вы переедете и будет хорошо. Если вы хотите остаться на своей родине, это и родина, и переезд луна. Это тоже вы будете жить хорошо. После этой встряски, я бы сказала, чуть раньше или чуть позже мы будем жить лучше. Потому что императрица с луной выпала. Через какой-то период будет очень хорошо. И мы узнаем очень-очень много тайн. Потому что здесь жрица и первый аркан. И правосудие. Очень много тайн выплывут наружу. Очень. И мир ужаснется, как мы так не догадывались, как мы так не видели. Он так будет. Жить будем в итоге лучше, потому что императрица с луной. А сейчас вот именно мы живем по юстиции и жрице. Но ничего в юстиции в восьмом аркане привлекательного нет. Это всегда говорила. Это восьмерка, это Сатурн, число, это ограничение, это принуждение. Это не божественная справедливость, это справедливость людей. Ничего в нём. В реальности справедливости нет. Вы сейчас видите, что в мире творится. Справедливость у каждого своя. Вот это справедливость от людей. И ещё с порчей. То есть это вообще справедливость. Справедливости в мире сейчас нет. Ни для кого. Я бы так сказала, она хотя бы прямая, но в реальности никакой справедливости в мире нет. И пока не пройдёт этот цикл через мага. Маг – это очень много работы. Очень много. Надо будет поднимать всё по-новой. Будет очень большая пахота. Налаживать экономику Макс Королевы Пентакли стоит. Очень много. Но потом... Но это довольно быстро всё будет. Это не будет на десятки лет. Нет. Это когда попадёт на императрицу, вот тогда будет очень хорошо. Ну, то будет императрица. Это становление экономики. Это становление семьи. Это становление вашего дома. Это всего. С луной это только усиливает. Кому-то будет хорошо с рубежом. Кому-то будет хорошо в своём доме. И ещё такой аспект. Очень расцветёт магия. Но магия невысокого уровня. А вот такая. Подкладов, жертвоприношений. И все будут искать эту жертву, чтобы выпить силу, выпить молодость. Причём люди, которые совершенно к магии в реальности не имеют отношения. Они не понимают, чем за это платят. Платят они своей душой там и прочим. Много чем ещё. Они не понимают, но они будут искать этого. Это как допинг и наркотик. Это время войн. Оно очень плохое. Потому что люди видят кровь. Люди видят смерть. И очень многие черпают с этого. Они звереют, потому что ходили на казни. И вот эта тема вся в обществе. Насилие, оно очень плохое. Многие будут это пить, а потом будут искать этого. Это наркотик, это адреналин. Почему вот кого-то убивают, а народ стоит там и снимает на камеру. Это вот и есть такой вампиризм. Жертвоприношение. Это вот очень расцветёт. Народ этого будет искать. Поэтому нужны много блоков, много защит будет. Народ будет очень этого искать. Кем бы пожертвовать, кого бы растерзать. И вот выпить этого. И это очень-очень расцветёт. По магу и по жрице. И по королю жезлов здесь. Это будет свистеть. И вам очень понадобится защита. Нет, они пятнадцатый аркан вам посылают. Ничего подобного. Это сами люди делают. Ему как раз это не нравится. Так что переживём это время. У меня были очень мрачные прогнозы. Мрачные карты до этого сейчас. При всей этой мрачности я считаю, что это хорошее. Где выпала императрица, я уже считаю, расклад хороший. Ещё с Луной. Я не могу сказать, что этого всего нету. Нам пригрезилось. И завтра всё встанет на свои места. Ничего подобного. Ничего подобного не встанет. А то будет новый мир. И нам каждому придётся приспособиться к этому новому миру. И не надо ждать, что вот завтра будет. Знаете, самое страшное, что человек тратит время год, два, три, как кризис было. Вот завтра будет, как было. Вот завтра будет, как было. Оно не будет. Но это не значит, что будет хуже. Ничего подобного. Не будет хуже. А вот лучше будет. Всё равно лучше будет. Ну вот как бы. Думаю, я вселила надежду. И в себя тоже, кстати говоря. Потому что я тоже волнуюсь. Буду смотреть, что выпадет первой картой на Новый год. Когда солнцестояние пройдёт. Это тоже очень важно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...